Рассказы Михаила Зущенко читает народный артист Михаил Светин. Галоши и мороженое. Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его и сейчас люблю, но тогда это было что-то особенное. Так я любил мороженое. И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо началось головокружение. До того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик. И моя сестренка Лёля тоже исключительно любила мороженое. И мы с ней мечтали, что вот когда вырастим большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день. Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. То она боялась, то ли мы простудимся, то ли захвораем. И по этой причине она даже не давала нам на мороженое денег. И вот однажды летом мы с Лёлей гуляли в нашем саду. И Лёля нашла в кустах калошу. Обыкновенную резиновую калошу. Причём очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил её, поскольку она разорвалась. Вот Лёля нашла эту калошу и для потехи надела её на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой. Вдруг по улице идёт тряпичник и кричит. Покупаю бутылки, балки, тряпки. Увидел, что Лёля держит на палке калошу, тряпичник сказал Лёле, Эй, девочка, по-моёшь калошу. Лёль подумал, что это такая игра, и ответил тряпичнику, Да, продаю. Сто рублей стоит эта калоша. Тяпичник засмеялся и говорит, Нет, сто рублей это чересчур дорого за эту калошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за неё две копейки, И мы с тобой расстанемся друзьями. И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелёк, Дал Лёле две копейки, Сунул рваную калошу в свой мешок и ушёл. Мы с Лёлей поняли, что это была не игра, А на самом деле. И очень удивились. Тяпичник уж давно ушёл, А мы стоим и глядим на нашу монету. Вдруг по улице едет мороженщик и кричит. «Земляничное мороженое!» Мы с Лёлей подбежали к мороженщику, Купили у него два шарика покатейки, Моментально их съели и стали залезть, Что так задёшево продали калошу. На другой день Лёля мне говорит, «Минька, сегодня я решила продать тряпичнику Ещё одну какую-нибудь калошу». Я обрадовался и говорю, «Лёля, разве ты опять нашла в кустах калошу?» Лёля говорит, «В кустах больше ничего нет, Но у нас в прихожей Стоят, наверное, я так думаю, По меньшей мере пятнадцать калош. Если мы одну продадим, То нам от этого хода не будет». И с этими словами Лёля побежала на дачу, И вскоре появилась в саду С одной довольно хорошей И почти новенькой калошей. Лёля сказала, «Если тряпичник купил у нас за две копейки Такую рвань, Какую мы ему продали в прошлый раз, То за эту, Почти что новенькую калошу, Он, наверное, даст Не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого Можно будет купить за эти деньги». Мы целый час ждали появления тряпичника, И когда мы, наконец, его увидели, Лёля мне сказала, «Венька, на этот раз ты продавай калошу, Ты, мужчина, и ты с тряпичником разговаривай, А то он мне опять две копейки даст, А это нам с тобой чересчур мало». Я надел на палку калошу И стал махать палкой над головой. Тряпичник подошел к саду и спросил, «Что, опять продается калоша?» Я прошептал, чуть слышно, «Продается». Тряпичник осмотрел калошу, сказал, «Какая жала, дети, что вы мне Все по одной калоши не продаете. За эту одну калошу я вам дам пятачок, А если бы вы продали мне сразу две калоши, Вы получили бы двадцать, А то и тридцать копеек, Поскольку две калоши сразу более нужны людям. И от этого они подскакивают цене». Лёля мне сказала, «Менька, побеги на дачу и принеси из прихожей Еще одну калошу». Я побежал домой и вскоре принес какую-то калошу Очень больших размеров. Тряпичник поставил на траву Эти две калоши рядом и, грустно вздохнув, Сказал, «Нет, дети, вы меня окончательно Расстраиваете своей торговлей. Одна калоша дамская, Другая с мужской ноги. Ну, рассудите сами, На что мне такие калоши? Я вам хотел за одну калошу дать пятачок, Но сложив вместе две калоши, Вижу, что этого не будет, Поскольку дело ухудшилось. От сложения. Получите за две калоши четыре копейка И расстанемся, друзья». Лёля хотела побежать домой, Чтобы принести еще что-нибудь из калош, Но в этот момент раздался мамин голос. Эта мама звала нас домой, Так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Трепишник, видя нашу рассеренность, сказал, «Итак, друзья, За эти две калоши Вы могли получить четыре копейка, Но вместо этого получите три копейки, Поскольку одну копейку я вычитаю за то, Что подопрасно трачу время На пустой разговор с детьми». Трепишник дал Лёле три монетки по копейке И, спрятав калоши, в мешок ушел. Мы с Лёлей моментально побежали домой И стали прощаться с мамиными гостями. С тетей Олей и дядей Колей, Которые уже одевались в прихожей. Вдруг тетя Оля сказала, «Что за странность? Одна моя калоша тут под вешалкой, Второй почему-то нету». Мы с Лёлей побледнели и стояли, Не двигаясь. Тетя Оля сказала, «Я великолепно помню, Что пришла в двух калошах, А тут сейчас только одна, Где вторая неизвестна». Дядя Коля, который тоже искал свои калоши, Сказал, «Что за чепуха в решете?» «Я тоже отлично помню, Что пришел в двух калошах, Тем не менее, второй моей калоши тоже нет». Услышав эти слова, Лёля от волнения разжала кулак, В котором у нее находились деньги, И три монетки по копейке со звоном упали на пол. Папа, который тоже провожал гостей, спросил, «Лёля, откуда у тебя эти деньги?» Лёля начала что-то врать, Но папа сказал, «Что может быть хуже вранья?» Тогда Лёля заплакала, И я тоже заплакал, И мы сказали, «Мы продали тряпишечку две галоши, Чтобы купить мороженое». Папа сказал, «Хуже вранья – это то, что вы сделали». Услышав, что калоши проданы тряпишечку, Тётя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался И схватился рукой за сердце, Но папа им сказал, «Не волнуйтесь, Тётя Оля и дядя Коля, Я знаю, как нам надо поступить, Чтобы вы не остались без калоши. Я возьму все Лёлины и Минькины игрушки, Продам их тряпишнику, И на вырученные деньги Мы приобретём вам новые калоши». Мы с Лёлей заревели, И услышав этот приговор, Но папа сказал, «Это ещё не всё. В течение двух лет Я запрещаю Лёле и Миньке Кушать мороженое. А спустя два года Они могут его кушать, На всякий раз, кушая мороженое, Пусть они вспоминают Эту печальную историю, И всякий раз, Пусть они думают, Заслужили ли они это сладкое». В тот же день папа собрал все наши игрушки, Позвал тряпишника И продал ему всё, что мы имели. А на вырученные деньги Наш отец купил калоши Тёте Оле и дяде Коля. И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые два года мы с Лёлей Действительно ни разу не ели мороженое. А потом стали его есть И всякий раз, Кушая невольно, Вспоминали о том, Что было с нами. И даже теперь, дети, Когда я стал совсем взрослый, И даже немножко старый, Даже и теперь, Иной раз, Кушая мороженое, Я ощущаю в горле Какое-то сжатие И какую-то неловкость. И при этом всякий раз По детской своей привычке думаю, Заслужил ли я это сладкое? Не соврал ли, Не надул ли кого-нибудь? Сейчас, дети, Очень многие люди кушают мороженое, Потому что у нас имеются Целые огромные фабрики, В которых изготавляют Это приятное блюдо. Тысячи людей, Даже миллионы, Кушают мороженое. Я бы, дети, Очень хотел, Чтобы все люди, Кушая мороженое, Думали бы о том, О чём я думаю, Когда я ем это сладкое. Субтитры создавал DimaTorzok